Здравствуйте дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. Сегодня мы поговорим с вами о насекомых. Какие они все-таки разные! Пчелы, муравьи, порхающие бабочки и мотыльки, стремительные прыгуны, кузнечики и красивые божьи коровки. Эти необычные создания поражают своим внешним видом и образом жизни. Детей с самого маленького возраста притягивают эти копошащие в траве блукашки. Если ваш ребенок проявил к ним интерес, значит можно знакомить их с насекомыми. Все они представлены в нашем обзоре книг. Элис Броуч – шедевр. Марвин – самый обыкновенный жук. Его семья поселилась под кухонной мойкой в квартире Пампадеев. Это в Нью-Йорке. Джеймс Пампадеев – самый обыкновенный 11-летний мальчик, которому подарили на день рождения набор для рисования – чернила и перо. И Марвин сделал Джеймсу подарок – нарисовал изящную миниатюру. А все слава достала Джеймсу. Так, совершенно неожиданно для себя самих, друзья оказались участниками и главными героями увлекательнейшего арт-детектива, в котором перемешалось все – поделка шедевра великого мастера, хитроумные планы грабителей и полные настоящих опасностей приключения. Удастся ли Джеймсу спасти митрополитен от грабителей и вернуть утраченные рисунки Альберста Бюрера? Ясно лишь одно – без помощи Марвина ему не обойтись. Петр Соха. Пчелы. Пчелы – книга-картинка польского художника-иллюстратора Петра Сохи, которую он создал вместе с ученым-биологом Ойцехом Райковским. В ней 30 больших разворотов с иллюстрациями, в которых рассказано об удивительнейших и интересных насекомых, которых тесно связано с человеческой деятельностью. Вот уже несколько тысячелетий, как устроена пчелиная семья и ули, как пчелы общаются между собой, чем полезен мед, а как же работает пчеловод, чем мы вообще обязаны пчелам. Каждая иллюстрация – не просто картинка, это рассказ с большим количеством красочных деталей, дополненные небольшим, но очень информативным текстом. Но увлекательный рассказ о пчелах – это не единственная цель этой книги. Авторы стремились привлечь внимание читателей к проблемам экологии, значению пчел в экосистемах, сохранению традиционных форм пчеловодства. Эрик Карл – «Очень голодная гусеница». У Эрика Карла, знаменитого американского детского художника-писателя, много прекрасных книг. Но самая известная из них – «Очень голодная гусеница». В этой удивительной книжке около 30 страниц и не более 200 слов. 200 слов, которые родители читают слух своим малышам на 24 языках уже в течение 40 лет. А в чем секрет успеха этой книжки, спросите вы? В ярких, но очень простых иллюстрациях автора, которые может понять любой двухлетний ребенок. В чудесном превращении гусеницы в прекрасную бабочку? Или в волшебной игре ребенка в дни недели? Ответ неизвестен. Известно только, что наши дети с двух лет иногда и по сей день с удовольствием окунаются в волшебный мир, созданный для них Эриком Карлом. Эрик Карл – «Трудный день у паучка». Еще одна книга Карла Эрика, переведенная на русский язык. Паучок плетет свою паутину, он внимателен и сосредоточен, и никто не может его отвлечь. Ни лошадка, ни корова, ни свинья и даже ни кот. И как всегда в книгах Эрика Карла есть обучающая часть. Ребенок учит, как говорят разные животные, и следит за тем, как растет паутина. Особенно понравится малышам то, что паутину можно потрогать. А летом посмотреть, как это выглядит в природе. Юрий Дмитриев. Сказки про мушонка и его друзей. Книги Юрия Дмитриева очень познавательны. Это настоящая энциклопедия природы. Его произведения, с одной стороны, достоверны с научной точки зрения, а с другой – доступны и интересны читателю. В книге рассказывается об удивительных приключениях любопытного мушонка. Много нового и неожиданно узнает читатель о злесных чудесах. Михаил Плицковский. Дневник кузнечика Кузи. Однажды возле станции «Одуванчики» сотрудник газеты «Логовые новости» Жук Харитон нашел дневник некого художника Кузи. Харитон не знал, где искать Кузю. Подумал-подумал и решил все-таки опубликовать дневник без разрешения автора. Потому что читатель, в том числе и вы, дорогие ребята, сможете узнать столько интересного и необычайного, и удивительного о кузнечике. Татьяна Ухова. Кузнечик. Лето. Дача. Маленькой, да, не скучно. Позагорать, что ли? Муравьи проложили дорожку прямо через подстилку. Ничего себе. На ночь залезли. Оказывается, у них тут муравейник. На грядке поспел горох. Ой, кузеница. Жук летит. Блестящий. Фу, что это осталось на пальце? А кто там стрекочет в траве? В книге совсем нет слов. Но иногда они не нужны. Достаточно раскрыть глаза и прислушаться, чтобы понять, как хрупок этот мир. Эрик Карл. Грубиянка в крапинку. Невоспитанная Божья коробка не знает слов спасибо и пожалуйста. Она задира и грубиянка. Но может быть, она еще и справится? Давайте мы вместе с ней получимся хорошо себя вести. А заодно определять время по часам. И различать размеры и формы. Приятного чтения. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»